Добрый день! Тема нашего занятия – тепловые двигатели, принцип действия тепловых двигателей и их коэффициент полезного действия, экологические проблемы использования тепловых двигателей. Вы можете себе представить, что опустив холодную ложку в горячий чай, она еще больше охладится, нагрев чай? Нереально! Естественным является процесс передачи тепла от более нагретого тела к менее нагретому телу. Это утверждение было высказано Рудольфом Клаузиусом в 1850 году. Оно и получило название «Второй закон термодинамики». Уточню! Второй закон термодинамики констатирует тот факт, что количество теплоты может самопроизвольно переходить только от более нагретого тела к менее нагретому телу. Открытие первого и второго закона термодинамики позволило создать тепловые двигатели. Устройство, в котором внутренняя энергия топлива преобразуется в механическую работу. В современных двигателях внутреннего сгорания используются различные виды топлива. Бензин, газ, дизель. Любой тепловой двигатель состоит из нагревателя, рабочего тела и холодильника. Поговорим об этом подробнее. Нагреватель обеспечивает поступление энергии в двигателе. Топливо, сгорая в нагревателе, выделяет энергию, которая передается рабочему телу путем теплопередачи. Рабочее тело, это обычно газ, совершает работу. Расширяясь, он приводит в движение поршень. Холодильник – устройство для отведения неиспользованной части энергии от рабочего тела. К сожалению, для наших автомобилей холодильником является окружающая среда, в которую вместе с оставшимся теплом выбрасывается отработанный газ, загрязняя ее. Что же происходит внутри двигателя? Для простоты рассмотрим один цилиндр с поршнем из теплового двигателя. Топливо нагревает газ в цилиндре. Давление газа увеличивается. Поршень приходит в движение. В этом процессе объем газа также увеличивается. То есть сила давления газа совершает положительную работу. Но это одноразовое совершение работы. Для повторного совершения рабочим телом работы необходимо вернуть его в исходное состояние, чтобы заново начать процесс, зациклить работу. Для возвращения поршня в исходное состояние газ надо сжать до первоначального объема. Внешняя сила должна совершить работу сжатия. Но если сжатие будет проходить при той же температуре, что и расширение, то работа внешних сил по модулю будет равна работе силы давления газа. За полный цикл расширения сжатия работа равна сумме работ силы давления газа и внешней силы. Эти силы, как мы сказали выше, равны по модулю и противоположны по знаку. Тогда работа за полный цикл будет равна нулю. Чтобы это избежать, сжатие газа должно происходить при более низкой температуре, чем его расширение. Тогда работа силы давления газа будет больше работы внешней силы, а значит работа за полный цикл не будет равна нулю. Получается, необходимо перед сжатием рабочее тело охладить. Нужен холодильник, третье тело, которому рабочее тело передает тепло. Но исходя из второго закона термодинамики, это возможно только если температура холодильника меньше температуры газа. Таким образом, можно выделить два принципа действия тепловых двигателей. Первый – цикличность, непрерывность их работы. И второй – сжатие газа должно происходить при более низкой температуре, чем его расширение. Внутри цилиндра двигателя внутреннего сгорания воздушно-топливная смесь воспламеняется и расширяясь приводит в движение поршень, который в свою очередь приводит в движение автомобиль. После отработанные газы, неспособные далее совершать работу, выбрасываются в окружающую среду. И все начинается сначала. Цикл повторяется. А чтобы наш автомобиль двигался плавно, не рывками, таких цилиндров в двигателе устанавливается несколько. При работе теплового двигателя часть тепла теряется. Следовательно, не вся энергия, полученная от нагревателя, идет на совершение работы. Кроме этого, есть еще потери при трении. Поэтому для любого двигателя важная характеристика является коэффициент полезного действия. Коэффициент полезного действия. КПД теплового двигателя – это отношение пользы к затратам. Польза – работа, совершенная рабочим телом. А затраты – полученное количество теплоты от нагревателя за этот же период времени. Термодинамический коэффициент полезного действия характеризует степень преобразования части внутренней энергии нагревателя в механическую работу. Работа есть разность между полученным газом количеством теплоты от нагревателя и количеством теплоты, которое газ передал холодильнику. Тогда КПД теплового двигателя можно найти по формуле Q1 – количество теплоты, полученное при сгорании топлива, минус модуль Q2 – количество теплоты, отданное холодильнику. Все это разделить на Q1. Работу также можно найти как произведение мощности двигателя на время, а количество теплоты, полученное от сгоревшего топлива, как произведение удельной теплоты сгорания и массы. Для разных тепловых двигателей, как и для разных моделей автомобилей, КПД может очень сильно отличаться. К сожалению, КПД близко к 100% по сей день остается несбыточной мечтой. Без тепловых двигателей многое бы человеку было недоступно. Они широко используются в энергетике и на транспорте. Так, тепловые двигатели, паровые турбины устанавливают на тепловых и атомных электростанциях. На тепловых электростанциях пар нагревают за счет сгорания топлива, а на атомных – за счет энергии, которая выделяется в ходе ядерных реакций. Ну а вертолеты, самолеты и автомобили стали для нас обычным делом. Количество автомобилей растет очень быстрыми темпами, особенно личных автомобилей. Их число давно перевалило за миллиард. Поэтому для любого двигателя важная характеристика является коэффициент полезного действия. Мы с вами все привыкли к комфорту во всех его проявлениях. И никто не согласится идти пешком из города в город. Но за все приходится платить. Возможность использовать огромное количество механизмов-помощников, в том числе и автомобилей, обходится нам и природе очень дорого. Во-первых, большое количество выделяемого тепла приводит к неуклонному росту средней температуры на Земле. А это и таяние ледников, повышение уровня мирового океана и изменение климата. Второе. Отработанное в двигателях газы приводит к химическому загрязнению воздуха, воды и земли, что оказывает негативное воздействие на здоровье всех живых организмов, в том числе и нас. Можно еще много говорить о парниковом эффекте, о разрушении озонового слоя и о надвигающейся катастрофе истощения природных ресурсов – газа, бензина, нефти. Поэтому в настоящее время решение экологических вопросов и поиск экологически чистых, возобновляемых источников энергии является насущной мировой проблемой. Одним из путей решения этого вопроса является переход автомобиля строения от двигателей внутреннего сгорания к прогрессивным электрическим двигателям. В то же время каждый из нас может помочь природе чем? Экономией энергоресурсов, ответственным отношением к техническому состоянию автомобилей, которые мы используем. Исправно работающий двигатель меньше загрязняет природу. Кстати, 22 сентября – всемирный день без автомобиля, и каждый из нас может внести маленькую лепту в решение экологических проблем, пересев с автомобиля на велосипед или прогулявшись пешком. Что ты можешь предложить для решения данной проблемы? Чтобы было легче, рекомендую изучить параграф 15 учебного пособия, решить задачи 1-2 из упражнения 11.